Все в долгий ящик, начинаем решать, открываем тетрадки, пишем, сегодня у нас уже 27 октября, это неделя последняя, и каникулы у вас будут, пишем, 27 октября, классная работа, продолжаем тему делители и кратные, сегодня второй урок на эту тему, так, чем же мы будем сегодня заниматься, сегодня мы будем повторять нок-нот, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, и познакомимся с такими понятиями, как Сайкал, спасибо большое, я вас не вижу, но вижу, как вы пишете в чате, какие хорошие вещи, спасибо, так, и познакомимся, что такое совершенное число, и что такое дружественные числа, какие интересные понятия мы сегодня с вами осветим, так, ну, начинаем, начинаем все с разминки, пишите, пожалуйста, в чат ответы на мои вопросы, итак, первое уравнение, решить уравнение, 8х надо разделить на 3, и это должно получиться 8, вот, я уже увидела, сколько много правильных ответов, верно, х равен 3, молодцы, следующее, 5у разделить на 2 равно 10, правильный ответ, это будет Аман первый, молодец, Карина, тоже верно, да, только я не поняла, зачем столько четверок писать, одной четверки достаточно будет, так, следующее, 4 умножить на 4, все разделить на А, должно получиться 8, чему же, равно, да, вот, молодцы, ребята, я не успела еще договорить, вы уже ответ написали, умнички, хорошо, следующее, четвертое уравнение, 81 надо разделить на произведение 9х, и в итоге должно получиться 9, ответ, ответ, так, не увидела, внимательно смотрите, мы на 81 делим и х, вот, вот, увидела, правильные ответы пошли, и 9, 9 делим и х делим, смотрите, мы делим произведение, значит, х равен единице, да, вот, теперь верно, и последнее, шестое уравнение, 6 разделить опять на произведение 2 и у, и в итоге должно получиться 1, вот, все, увидела, все, молодцы, да, троечка, верно, игр, у равен 3, ну, вот, сегодня что-то очень активно, мне прям нравится, прям, сколько написали всего, так, поехали дальше, мы с вами остановились на том, что недорешали номер 371, открываем тетради, и все, что выделено зеленым цветом, будем решать, найди наименьшее общее кратное число с помощью перебора, с помощью перебора, это говорит о том, что мы далее с вами будем искать, Искандер, хватит сюда писать оценки за контрольные, вы уже сами знаете, там процентовка уже вам вышла, я в четверг приду в школу, и все, все-все оценки, которые были у вас, выставлю, вам вышлю, все, не спамьте, не отвлекайте ни меня, никого, так, в этот раз мы будем решать, находить наименьшее общее кратное методом перебора, а в дальнейшем я вам покажу другой способ, как можно его не методом перебора искать, а как-то по-другому, так, итак, начинаем, значит, ног, наименьшее общее кратное, чтобы найти ног, 9, 12, 18, равно 36, это уже мы посчитали, значит, 36 нацело делится на 9, на 12 и на 18. Давайте возьмем числа 1 и 3473. 3473. Если мы рассмотрим эти числа, ну, для единицы бесконечное количество, да, от все натуральные числа, и для кратной надо найти 3473, мы каждый раз умножаем, да, сначала на 2 умножаем, второе число получаем на 3, третье и так далее. Чтобы найти наименьшее общее кратное в данном случае, получается, потому что на 1 делится любое число, и поэтому целесообразно, это я вам говорила, да, начинать перебор с большего числа, и, соответственно, на единицу делится любое число, которое наименьшее, то и записываем. Значит, ответ 3,14. Так, ну, что вот тут происходит, а? Что я должна здесь все время вам писать, ребята? Зачем вы входите в чат и мешаете мне? Ну, некрасиво. Следующее. Второе. 8,917 и 2. Надо найти наименьшее общее кратное. Если мы рассмотрим наибольшее число, то первое число у нас нечетное, а второе четное. Как раз-таки четное число на 2 и делится. Поэтому наименьшее общее кратное будет 17,834. Следующее, третье записываем. Надо найти ног для чисел 5, 15 и 25. Значит, расписываем число 25. Первое кратное 25. Потом как найти 50? Надо 25 умножить на 2, 25 умножить на 3 и так далее. Но теперь нам надо узнать, какие из этих чисел делятся на 5 и на 15 нацело, без остатка. 25 на 5 делится, но на 15 без остатка не делится. Не подходит. 50 рассматриваем. 50 на 5 делится, но на 15 без остатка не делится. Не подходит. 75 делится на 15? Да, делится. Получается наименьшее общее кратное – это 75. Следующее, 4, 8, 12. Расписываем кратные 12 и проверяем, делится на остальные числа или нет. 12 на 6 делится, а на 8 нет. Следующее число берем, 24. Я надеюсь, вы знаете, как эти числа последующие берут. Мы на том занятии с вами проходили. Надо либо прибавлять все время по 12 в данном случае, либо 12 умножать на 2, на 3 и так далее. Значит, 24 следующее. 12 умножить на 2 – 24. 24 на 6 делится без остатка? Да. 24 на 8 делится нацело? Да. Верно. Значит, у нас наименьшее общее кратное – это получилось 24. 24. Следующее число записываем. 3, 10, 18. Расписываем число 18. Но мы с вами уже заметили, что у нас есть десятка. Значит, должны быть такие числа, чтобы в конце был хотя бы 1, 0. В данном случае мы получили 90. Проверяем. 90 на 3 делится? Да, делится. Значит, ног этих чисел будет 90. Записали. Шестое. 7, 8, 14. Расписываем 14. И смотрим. 14 на 8 не делится. 28 на 8 не делится. 56 на 8 делится. И на 7 тоже. Все. Нашли мы это число. Но это 56. Седьмое задание. Смотрим, не пишем. 7 и 12 345. Но здесь надо потрудиться в плане того, что надо подобрать такое кратное этого числа, чтобы делилось на 7 без остатка. И это число у нас будет 86 415. Просто надо каждый раз 12 345 умножать на 1. Так, я вам показываю схему. Значит, умножаем на 1. Это, конечно, первое число. Умножаем на 2. Это второе число. И проверяем. Оно делится на 7? Нет, оно нацело не делится. Следующее ищем. Умножаем на 3. И проверяем. 37 035 делится на 7? Делим. Нет, нацело не делится. Не подходит. И так далее. Методом переборов находим, что это число 86 415. Трудоемкая работа. Но далее я вам покажу, как быстрее с этим справляться. Шестое задание. Записываем. 36 96. Расписываем все кратные 96. Умножаем на 2. 192 умножаем на 3. 288. И проверяем. 192 делится на 36? Нацело не делится. Не подходит. Следующее число. 288. 288 надо разделить на 36. Делится нацело? Да. В данном случае поделилось. Да что такое? Ответ 288. Записали. Следующий. Номер 372. Определение вычисляя является ли... Субтитры создавал DimaTorzok. 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 DimaTorzok.